Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, давайте так троним тему, которую ну очень не любят затрагивать многие агенты, потому что правда здесь не очень-то выгодно, правда она может помешать тебе как блогеру, как агенту и при этом выгоды тебе нет никакой материальной, но исходя из того, что у нас особые отношения в нашем агентстве, ну давайте на эту тему поговорим, поговорим, а жестко поговорим о браках в Австралии. Ну первое хотелось бы сказать, в основном конечно это касается нашего слабого милого пола, всех возрастов там от 18 до бесконечности и давайте вы снимите корону, давайте вы не будете слушать самих себя этих людей, которые ну очень ангажированы, которые говорят, что вам тут все выслано медом, какими-то молочные реки, кисельные берега, ничего подобного этого не будет и принцы и короли вам не суждены быть. Есть крайне малое количество людей, которые могут оспорить это, но в основном это правило ваша, ваша кормная база, ваши потенциальные женихи, это в лучшем случае валеты и зачастую из них никчемные и престарелые. Опять-таки должен заметить, ребята, девчата точнее, из каждого человека, казалось бы, такого никчемного и вычуханного можно сделать великолепного, если вы это способны делать, но зачастую этого не происходит, просто вы не хотите даже время тратить на такие подвиги. Поэтому снимите корону, это все принцы, все короли, это не ваше, потому что нормальный человек обычно женится на той женщине, которая из его среды, и было бы нелепо, если бы какой-нибудь, допустим, состоятельный москвич взял бы, собрался и поехал жениться на папуаске, да хоть на румынке, ну что человек туда попрется, он ничего там не знает, никого не знает, не понимает менталитет этого народа, так как он понимает менталитет своего народа. Поэтому обычно это люди, которые ничего из себя не представляют и не могут преуспеть на рынке женихов у себя дома. Опять-таки, очень жесткая правда, которую обычно не говорят, только мужики говорят в своих между собойщиках. Вы все выходите замуж за Австралию, только единственное, вы расплачиваетесь деньгами, ну это фиктивные браки, или телом, и поверьте мне, и душой, это браки по любви, так называемые. Их случений крайне мало. Я видел, конечно, брачные агентства, и сам такое агентство создал, и вел его, где пытался находить родственные души, и тогда да, у людей все это получалось, но это крайне сложно, это у вас не получит. Я вам гарантирую, что ваши шансы крайне малы найти в действительности родственную душу и классного человека, и вообще жить с ним душа в душу. Это скорее исключение и редкое исключение, чем правило. Вы выходите замуж за Австралию, и это свершившийся факт. И это не очень хорошо действует на человека, потому что, по-моему, это разлагает его личность. Вы знаете, это своего рода пятно на репутацию, это какая-то грязь. Я говорю, люди делают это для того, чтобы у них была лучше жизнь, жизнь их детей есть, таковые уже есть, они хотят чего-то лучшего, и они, наверное, это отвергают, что я говорю, но подспудно они, конечно, знают, что во многом, по крайней мере, я прав, и вы знаете, это пятно, это грязь, и оно не смывается со временем. Все те люди, которые вас окружают, хорошо знают, что произошло и ради чего это было сделано. И поверьте мне, особенно в женской среде часто встречается кто-нибудь, но постоянно вам эту шпильку под ребро садит, ну и не только женщины, поэтому вот с этим придется жить. И это совершенно не говорит о том, что это относится только к женщинам. К мужчинам это в равной степени относится. И те или иные браки точно так же подспудно давят их, и это неприятно. И я думаю, любой человек, который хороший инженер, хороший плотник, хороший медбрат, допустим, этот человек будет гордиться своей эмиграцией. Тот, который подженился или что-то подобное, это, по крайней мере, останется не самым лучшим эпизодом в его жизни. И повторяю, дорогие друзья, вся эта картинка, ну, может быть, она и негативна, но всегда есть исключения. И я очень рад, что у меня было достаточно большое количество браков. Я всегда чувствую большую приятность, когда прихожу в эти семьи. И очень часто бывает, что это мои бывшие студенты, женились, допустим, на моих студентках, у них замечательные семьи, у них браки. И я чувствую себя очень хорошо. И да, это исключение. Если вам повезет, дай бог. Но, опять-таки, я очень высоко ценю эмиграцию в Австралию, очень высоко ценю наличие у себя гражданства страны, которая может быть глупая, может, не образованная, может быть, еще какая-то с недостатками, но крайне милая. И здесь просто приятно жить. Поэтому, если вы намерились стать исключением, ну что ж, дай бог, я всегда поддержу своих студентов. Что бы вы ни сделали, какую бы вы глупость ни сделали, если эта глупость идет на пользу вам, если это вам в кайф, если вас оставят в стороне, я всегда это поддержу. И мои студенты, особенно студентки, это хорошо знают. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok